Всем огромный привет, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня у меня тег. Тег на тему, за что я люблю зиму. Этот тег я снимаю не одна, а с замечательными девочками Кристиной и Катюшей. Вы их можете найти по нику Katie Block и Christina My Cup Beauty. После моего видео обязательно переходите по ссылочкам к девчонкам и смотрите их тег и ответы на вопросы. Кстати, да, я сижу вот в такой вот классной пижаме Good Morning. Уж простите меня, но поскольку этот тег такой зимний, почему-то я подумала, что его надо снимать как можно приближенно к зиме. Это либо пижама, либо какой-то такой мягкий согревающий свитерок. Ну что, поехали! Итак, первый вопрос. Это любимая помада или блеск на зиму? На самом деле я не пользуюсь блесками для губ в зимний период, если только какие-то бальзамы. Потому что если вы что-то наносите такое липкое, да и вообще что-то такое более жидкое на губы, то губы очень сильно начинают обветриваться. Поскольку я обладатель ветреннейших губ, это моя тема, я не пользуюсь блесками. Поэтому моя любимая помада, это помада от Revlon в оттенке 006. Она матовая, ярко-красная, классическая. По-моему, для зимы она очень классно подходит. Не знаю, я ее просто обожаю, девчонки. Я вам ее могу всем посоветовать и много раз советовала. В общем-то, советую вам присмотреться к ней и обратить на нее внимание. Любимый зимний напиток. Как-то в теге я уже говорила, что я обожаю латте, капучино, какие-то различные такие кофейные согревающие напитки. Еще, кстати, знаете, этой зимой я просто полюбила, стал мой фаворит, наверное, из напитков. Это облепиховый напиток, но его везде называют облепиховый чай. В общем-то, чаем я его назвать не могу, потому что там нет ни грамма чая. Это из такой какой-то тертой облепихи, что-то такое вкусненькое, кисленькое. В общем, обалденный напиток, девчонки, кто еще не пробовал, в каждой кофейне, в каждом ресторанчике сейчас этот напиток есть. Так что обязательно попробуйте. Любимый зимний лак для ногтей. Тут я вам точно не скажу, но я вам могу сказать, что я обожаю лаки от Golden Rose и от Eva Mosaic. Вот эти вот две марки, которые я постоянно зимой и летом использую. Если что касается оттенка, то я тоже больше на зиму люблю все-таки какие-то такие больше темные, насыщенные, вишневые, красные оттенки, фиолетовые. В общем, что-то такое более холодное. Любимый аксессуар на зиму. Для меня самый любимый, наверное, аксессуар в одежде это шарф. Это шарфы, я их просто обожаю. У меня их нескончаемое количество, но, правда, зимних у меня не особо много, но есть парочка-тройка, которые прям я очень сильно люблю, и мне кажется, каждую зиму я их затаскиваю до нельзя. Самый любимый зимний фильм. Ну, тут, наверное, не буду скрывать зимний фильм. Все, что ассоциируется у меня с зимой, ассоциируется у меня с Новым годом почему-то. Вот из зимних фильмов я обожаю это «Один дома», «Иронию судьбы» или «С легким паром», что-то такое новогоднее, не знаю, попло-уютное и семейное. За что ты любишь зиму? Вот опять же, за что я люблю зиму, это за то, что это Новый год, это мое день рождения, это, не знаю, это снег, это коньки, лыжи, санки, это надувные всякие такие штуки классные, из которых катишься, как они называются, я забыла. В общем, это все, что касается с каким-то таким активным, классным настроением. Вообще, это опять же согревающие напитки, это морозные прогулки, когда вы идете, и снег под твоими ногами хрустит. Это так классно, я не знаю, я обожаю зиму, правда. Я родилась зимой, и все-таки, если зима классная, действительно морозная, снежная, я ее, правда, обожаю. Любимый крем для тела в зимнее время? В последний год мой любимый крем для тела, я бы назвала это больше маслами для тела, баттером для тела. Есть один баттер, который, наверное, к сожалению, вы нигде не сможете найти, кроме как, если в Греции его поискать. Но он действительно очень классный, он очень питательный, он очень такой вот увлажняющий, он классно питает кожу, после него кожа очень долго и приятно пахнет. И он действительно питает, даже если вы на утро встаете, вы чувствуете, что кожа еще мягенькая, несмотря на то, что вы нанесли его с ночи. Также очень люблю различные крема от Organic Shop в больших баночках на зиму, их постоянно использую. Они очень классно питают кожу и действительно сохраняют увлажнение для кожи. Любимое блюдо зимой? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что у меня какое-то есть прям вот любимое блюдо зимой. А зимой я как-то особенно люблю различные салаты, что-то наподобие оливье, селедка под шубой, потому что как бы летом, весной, ну, не особо мы их и готовим, согласитесь. А вот ближе к праздникам начинаются вот эти новогодние столы, просто столы ломятся от еды, мятая картошечка, оливье, что-то вот такое. Я, правда, вот зимой меня почему-то тянет на такие салатики, наверное, потому что все-таки это такие питательные салаты, на зиму мы любим все такое более плотненькое, жирненькое. Вот, поэтому да, я думаю, что я не одна такая и я уверена, вы меня поддержите. Любимый парфюм на зиму? Это, конечно же, C от Giorgio Armani, кстати, они где-то вот тут вот у меня стоят. Они, правда, очень классные, на зиму их люблю потому, что они достаточно все-таки такие терпкие, яркие, очень-очень такие, может быть, кому-то бьющие в нос. Но, правда, это мой запах, я его люблю. Я его люблю за то, что он держится у меня в течение недели, наверное, на одежде, пока я кофту не постираю. Правда, это очень крутой аромат. Конечно же, сама вот эта перчинка аромата, какая-то такая вроде женственная, в то же время, когда он немножко разветривается, такой нежный аромат. В общем, я люблю их, правда. И летом не использую, потому что могут немножечко в жару душить все-таки такой вечерний аромат. А вот на зиму это самый-самый классный аромат. Вообще, я люблю в зиму всегда использовать более сладкие и терпкие ароматы, чтобы как-то они действительно согревали и давали такое ощущение. Потому что легкие ароматы, они просто улетучиваются, и зимой вы их не чувствуете. А сладкие ароматы держатся очень классно, особенно в мороз. Любимая зимняя одежда? Что касается, если верха, то я обожаю пуховики. Я не люблю шубы, я признаюсь вам честно. Я не поклонник шуб. Я вот такая вот за животных. В общем, люблю пуховики, но люблю пуховики с капюшонами, чтобы хотя бы на них где-то мех. Не мех, но пушок был. Мне пофигу, пусть он будет искусственный, но выглядит приближенно к натуральному. Еще я очень люблю свитера зимой. Я просто их обожаю. Особенно, если мы снимаем куртки и просто где-то сидим в уютной кафешечке, в кофейне, вот в теплом свитерке. Это очень, правда, классно. Я обожаю свитера. И да, кстати, в последнее время я стала любить шапки. Действительно, стала, потому что даже год назад взять из меня фиг заставить шарить шапку. Но это зимой, наверное, потому что такие морозы долбанули. Я, правда, я каждый раз хожу в шапки. Я такая, молодец. Да-да-да, я не хочу болеть. Куда бы ты хотела отправиться зимой? Всегда у меня такая была мечта в новогодние праздники, вообще зимой, отправиться в Финляндию на родину Санта-Клауса или Деда Мороза, как это правильно сказать. Таки почувствовать на самом деле атмосферу зимы, когда большие сугробы снега, когда много елок, когда дети радуются, не знаю, все танцуют, все веселятся. Это действительно очень классно. Я не из тех людей, которые хотят отправиться зимой куда-то в летнюю страну. Нет, я такого не поддерживаю. Если чисто просто отдыхать, не на праздники, то да, я всеми руками и ногами немножечко недельку погреться. Если отправляться уже в новогодние праздники куда-то в лето, нет, это совсем не мое. Все-таки я предпочитаю встречать Новый год и все праздники зимней зимой. Тринадцатый вопрос. Это любимый цвет на зиму? Я обожаю белый цвет. Может быть, уже как вот последний год, полгода я просто тащусь по белому цвету. Поэтому сейчас в моих фаворитах это, конечно же, белый классический цвет. Еще очень люблю красный цвет на зиму. И черный? Ну да, потому что как бы черный, это практично и всегда красиво выглядит. Ну и последний вопрос. Кому бы я передала этот тег? Я не хочу выделять какую-то определенную личность, потому что, может быть, кому-то не будет интересно отвечать на такие вопросы. Поэтому, если ты меня сейчас слышишь и ты хочешь ответить на эти вопросы и хочешь выложить такой тег на своем канале, то ты следующий. На этом все, мои дорогие. Я надеюсь, вам понравился этот тег. Если вас заинтересовал какой-то определенный вопрос, обязательно напишите мне в комментариях вашу любимую помаду или ваш любимый цвет или любимый аксессуар. Мне будет, правда, очень интересно послушать ваши комментарии. Конечно, не забывайте переходить на страницу к девочкам и смотреть их видео. Ну а я с вами не прощаюсь. Я всех люблю, целую, обнимаю. И мы с вами увидимся в следующем видео. До следующих встреч. Пока-пока.